Представители Самарской гостинично-туристской ассоциации наградили предпринимателей в сфере гостеприимства. Организаторы премии отметили лучшие отели, санатории, гостиницы и рестораны. Победителям вручили благодарственные письма и позолоченные статуэтки. Самое главное, это, конечно же, выполнение обязательных требований государства, это прохождение классификации, это обучение персонала линейного. Каждый проект, реализацией которого занимается гостинично-туристская ассоциация, поддерживает представители городских и региональных властей. Это сотрудничество помогает раскрыть туристический потенциал Самарской области. Звезда гостеприимства – это, наверное, заключительный такой аккорд, когда мы чествуем тех, кто очень активно занимается туризмом, развитием туристической отрасли и является лидером в сфере гостеприимства и туризма. Юлия Галочкина занималась организацией фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья в Струковском саду. Для участников подготовили музыкальные номера, художественную выставку и театральные постановки. Ее работа не осталась незамеченной. Особые такие большие отзывы, приятные нам, были от групп, которые мы пригласили, социально незащищенных, которые говорили, что те арт-терапевтические практики, которые мы с ними проводили, они стали необыкновенно полезными. В ближайшем будущем представители гостиничного бизнеса хотят реализовать еще один совместный проект с администрацией города – открыть единый туристический портал для продвижения Самары. Я считаю, это один из важнейших проектов по продвижению. Потому что мы очень много проводим стратсессии, всяких мероприятий, но это все дискуссии, дискуссии, дискуссии. Нам нужны конкретные меры. Информационный туристический ресурс должны запустить в 2020 году. По задумке имиджевый сайт поможет привлечь в Самару туристов из иностранных государств. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События.